друзья приветствую вас на своем канале о вязании меня зовут наталья сегодня хочу предложить вам подробный мастер-класс по осенне весенней легкой шапочки сразу давайте по пряжи потом все по шапочке расскажу вязала из пряжи yarnart джинс 50 грамм 160 метров 55 процентов хлопок 45 полиакрил номер цвета у меня 75 у меня это другая этикеточка от этой к сожалению потеряла 75 номер цвета такой голубенький очень приятный цвет пряжу покупала в интернет-магазине yarn 21 а по расходу на данную шапочку на обхват головы вязала 52 сантиметра для дочи 8 лет ушло 42 грамма использовала вот такой интересный узор вяжется абсолютно не сложно мы с вами провяжем полностью все ряды раппорта все подробно объясню дам все расчеты вам можно будет связать на любой размер единственное нужно ориентироваться вот по высоте да то есть вы петли рассчитаете по вашему обхвату головы смотря на кого будете вязать в принципе и для взрослых можно связать вот такую шапочку я сейчас постараюсь найти таблицу по высоте какая высота шапочки должна получиться у вас то есть смотрите вы будете вязать в высоту шапочку до убавок оставляя примерно полтора сантиметра на убавки чтобы вам ориентироваться то есть у меня получилось 19 с половиной полностью высота я 18 сантиметров провязала это вместе с резиночкой я беру узором да вот это вот часть 18 и полтора оставила на закрытие на убавки вот можете тоже так ориентироваться ну вот такая шапочка получилась на дворе весна как раз сейчас на теплое время очень актуально вот такие вот шапочки легкие можно носить с ветровками с легкими курточками я дочи очень часто такие шапочки вижу внизу давайте вам оставлю ссылочки у меня довольно много мастер-классов по разным шапочкам есть можете пройти посмотреть возможно какая-то из них вам тоже понравится и давайте приступать к вязанию и начнем с расчета давайте по расчетам обхват головы я взяла для дочи 52 сантиметра глубина будет примерно 19 с половиной 20 сантиметров буду смотреть чтобы шапочка села именно вот по голове не сползала на глаза а там уже более подробно буду вам мастер-классе все это рассказывать спицы нужны будут номер два с половиной номер три на два с половиной будем вязать резинку на тройке основное полотно для начала на спицах номер два с половиной вяжем резинку один на один образец то есть связали небольшой образец не нужно сильно растягивать чуть-чуть потянули и измеряем сколько у вас в 10 сантиметрах получится петель у меня получилось 20 соответственно в одном сантиметре две петли это плотность вязания 52 сантиметра обхват головы умножаем на плотность вязания получаем 104 петли плюс одна петля для замыкания вязания в круг то есть я буду набирать 105 петель когда мы замкнем вязание в круг 104 петли у нас пойдут в работу резинка один на один количество петель должно делиться на 2 и резиночку будем вязать 10 рядов это примерно 4 сантиметра высоту набирать буду петли сразу на две спицы самым обычным способом вы можете набрать так как вам нравится я буду набирать вот обычным способом две петли 3 4 и так далее 105 петель я набираю петли на спицы с удлиненной леской буду вязать способом magic loop вы можете набрать на укороченные допустим 40 сантиметров и вязать просто по кругу кому как удобно петли набрали вытянули одну спицу и поделили петли пополам на правой спице у меня пятьдесят две петли на левой 53 где ниточки поправили все косички чтобы смотрели в центр ничего не было перекрученная сдвигаем петли на край я буду замыкать при помощи крючка с правой спицы поддеваю первую петлю переодеваю на левую и через нее первую петлю с левой спицы протягиваю одеваю на правую так и вот эту петлю мы снимаем замкнули вязание в круг подтягиваем ниточки так хорошенько здесь все подтягиваем и начнем вязать резинку один на один одна лицевая 1 изнаночная одна лицевая 1 изнаночная оставлю ссылочку если вдруг кто-то не умеет вязать способом бэджи клуба вязание по кругу на спицах с удлиненной леской у меня есть очень подробный мастер-класс можете посмотреть лицевая изнаночная и так далее вяжем резиночку по кругу 10 рядов высоту я буду вязать резиночка готова провязала 10 рядов вот так это все получилось 4 сантиметра здесь у меня по высоте вы можете конечно регулировать эту высоту какая вам нужна и так сейчас мы будем переходить на спицы номер 3 и вводить узор и так смотрите сейчас я буду добавлять петли раппорт узора равен 7 петель то есть количество петель должно делиться у меня на 7 у меня 104 ближайшее число это 105 которая делится на 7 и я добавлю еще один раппорт то есть 7 петель что по свободней вверх был получается 7 и 1 петля 8 петель мне нужно добавить я примерно прикинула где-то через 12 петель я буду делать добавление прибавку перехожу на спицы номер три как уже сказала и сейчас покажу как буду делать прибавку а сейчас один ряд мы провяжем просто лицевыми а там уже дальше у нас начнется узор раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать провязала поддеваю сзади протяжку одеваем на левую спицу и за заднюю стенку лицевой скрещены провязываю вот таким образом я сейчас добавлю 8 петель на равное количество не делится я примерно посчитала что через 12 петель у меня 8 петель добавится все сейчас добавляем петли переходим на спицы номер три и начинаем вывязывать узор и так первый ряд узора 2 лицевые петли 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные это раппорт узора еще раз повторяем 2 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные вяжем до конца ряда второй ряд узора я еще не сказала наверное раппорт узора высоту 4 ряда 2 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая мы ее снимаем не провязывая нить за работой вытянутая лицевая будет 2 изнаночные провязали раппорт еще раз 2 лицевые 2 изнаночные нить за работой лицевую петлю снимаем не провязывая 2 изнаночные так далее вяжем до конца ряда вяжем 3 ряд узора так смотрите что нам тут нужно сделать у нас идут 2 лицевые мы первую провязываем дальше у нас идут протяжки первая протяжка вот она между лицевыми 2 под вторую протяжку мы вводим спицу и вытягиваем петлю не затягивайте здесь так вот хорошую петлю вытягивайте вторую лицевую провязываем и в это же отверстие мы вводим еще раз спицу и вытягиваем еще одну петлю то есть у нас здесь получилось из 2 4 вот 1 2 3 4 петли дальше вяжем 2 изнаночные лицевую который снимали мы будем через ряд ее снимать в этом ряду мы ее провязываем 2 изнаночные сейчас еще раз давайте покажу вот они 2 лицевые первую провязываем спускаемся на 2 протяжки ниже вводим спицу вытягиваем петлю провязываем лицевую в это же отверстие вводим спицу вытягиваем петлю довязываем 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные и так вяжем до конца ряда и последний ряд в раппорте узора 4 смотрите вот они у нас 4 петли то есть 2 у нас это вытянутые петли до 2 наши лицевые вот первая группа петель 2 лицевая и вытянутая мы провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо то есть поддеваем вот так две петли и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и следующие 2 также вместе лицевой с наклоном вправо 2 изнаночные в этом ряду лицевую снимаем не провязывая нить за работой 2 изнаночные и сейчас еще раз повторю вот они у нас 4 петли 2 провязываем с наклоном вправо следующие 2 с наклоном вправо а 2 вместе да вот он нас виден уже вырисовываться начинает узор 2 изнаночные лицевую снимаем 2 изнаночные и так далее вяжем до конца ряда довязали и возвращаемся к первому ряду все заново повторяем я сейчас провяжу скажу до убавок сколько я провяжу по высоте и так я вывязала нужную мне высоту так сейчас скажу сколько у меня получилось по моему 18 до 18 сантиметров получилось так теперь мы будем делать с вами закрытие из чего начнем первый ряд смотрите вот где у нас идут по 2 лицевые мы будем их провязывать по 2 петли вместе с наклоном вправо вот так вот 2 вместе где изнаночные мы их пока вяжем как и вязали в этом ряду петля которую мы с вами через ряд снимаем продолжаем ее пока так и вязать то есть в этом ряду я его провязываю 2 изнаночные и повторяем 2 лицевые с наклоном вправо убавили 2 изнаночные лицевую провязала 2 изнаночные и так далее до конца ряда следующий ряд 2 мы провязываем так как петли у нас стоят то и сейчас что у нас получается 1 лицевая 2 изнаночные эту лицевую мы в этом ряду переснимаем 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные петлю переснимаем 2 изнаночные так вяжем до конца ряда и так третий ряд убавок здесь мы будем убавлять сразу во всех изнаночных петлях то есть провязываем лицевую и у нас здесь стоят 2 изнаночные и 2 изнаночные мы их по 2 вместе так и будем провязывать то есть две петли вместе изнаночные эту лицевую мы провязываем 2 петли вместе изнаночный вот таким образом снова у нас идет лицевая 2 петли вместе изнаночной снятую петлю мы провязываем лицевой две петли вместе изнаночной и так далее до конца ряда и у нас смотрите с вами получилась резинка 1 на 1 мы следующий ряд просто ее про вяжем лицевая и изнаночная следующую лицевую снимаем изнаночная снова лицевая изнаночная следующую лицевую снимаем изнаночная и так до конца ряда так следующий ряд провязываем лицевую и дальше вот где у нас стоят 2 изнаночные по краям от вытянутой петли мы их теперь будем здесь вместе провязывать одна петля из трех петли должны быть у нас вот таким образом расположены на спице мы две петли слева направо спицу вела снимаем и обратно возвращаем мы их перекрестили из 3 провязываем вместе лицевой то есть у нас посмотрите вытянутая петля легла поверх крайних 2 изнаночных еще раз повторю лицевая вот они три петли эти так разворачиваю чтобы правильно стенки стояли две петли снимаем обратно на левую спицу возвращаем с 3 провязываем вот вытянутая легла поверх двух крайних изнаночных и так далее до конца ряда у нас остались только лицевые петли мы будем провязывать по две петли вместе с наклоном вправо и вместе то есть у нас получается будет вытянутая петля вот у нас первая лицевая вторая идет вытянутая она поверх лицевой будет ложиться продолжаться как бы узор вот по 2 вместе с наклоном вправо провязываем так сейчас ряд довяжите и следующий ряд последний заключительный тоже просто по 2 вместе провяжите у меня на спицах осталось 8 петель я обстригла ниточку в дело в иголочку можно при помощи крючка переодеваю все петли вот так на ниточку и с этой стороны готово теперь вывожу ниточку вот сюда в отверстие на изнанку и будем затягивать макушку и вот так подтягиваем аккуратненько все подтянула и с этой стороны подшиваю буквально несколько стежков принципе будет достаточно шапочка будет готова стираю я вязаные изделия на руках как правило с добавлением шампуня минут 30 полежит водичка градусов 40 потом слегка пожулькаю до что пропитка смылась не сильно и полоскаю раскладываю на горизонтальную поверхность до полного высыхания вот все макушечка наша готова вот так после vto еще конечно все петельки разгладятся но уже смотрите довольно как все хорошо выглядит на этом мастер-класс буду заканчивать огромное спасибо за просмотр за то что повязали вместе со мной подписывайтесь на канал ставьте лайки всем до новых встреч пока пока